МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поселок Искатели и микрорайон Вилледж станут еще ближе. С 1 марта запущен новый внутрипоселковый маршрут номер 10. Бешеные скорости и крутые виражи. В Заполярье продолжается подготовка к главному спортивному событию весны. В нашем эфире кадры с тренировочной трассы. За прошедшие двое суток в Ненецком округе не зарегистрировано случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Таким образом, с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 1023 случая COVID-19. По данным медицинских организаций, за прошедшие сутки выздоровели 10 пациентов. На лечении под наблюдением с диагнозом COVID-19 находится 44 пациента. В том числе один бессимптомный носитель. Из них в стационаре получают лечение 13 человек. 31 находится на амбулаторном лечении. Напоминаем, что в Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности. А также меры, направленные на недопущение распространения коронавирусной инфекции. В том числе режим самоизоляции для граждан, прибывающих с территории других регионов. Масочный режим. Задать вопросы, связанные с COVID-19, можно на региональную горячую линию по коронавирусу. По короткому номеру 122. Звонок бесплатный с мобильных и городских телефонов. И в продолжении темы. Парламентарии окружного собрания депутатов и сотрудники аппарата проходят вакцинацию от коронавируса. Массовая вакцинация – один из самых эффективных методов защиты и борьбы с COVID-19. По данным профильного ведомства от коронавируса, в Ненецком автономном округе привелись порядка 2000 человек. Первый этап вакцинации прошли более 1000 человек. Завершили вакцинацию почти 700. Я лично доверяю нашей медицине. Я доверяю тем ученым, которые разработали нашу замечательную вакцину. И она признана уже более чем в 35 странах мира. И поэтому призываю всех вакцинироваться, для того, чтобы у нас был коллективный иммунитет. Большинство депутатов окружного собрания и аппарат прошли первый этап вакцинации. Следующий – вторая прививка, назначена на 18 марта. Мы знаем, что более 2000 человек уже эту инъекцию сделали. Востребована она, как вы правильно сказали, больше, наверное, сейчас в отдаленных населенных пунктах. Они ее ждут. Что приятно удивило, даже, скажем, меня в том плане, что действительно те заявки, которые вначале люди просили по вакцине, по количеству, они оказывались минимальными. Потому что, когда приезжали, заказывали условно 60 доз, а востребованность была почти в полтора-два раза выше. Записаться на вакцинацию от COVID-19 в Нарьинмаре, поселке Искатели, можно на портале Госуслуг по единому номеру горячей линии 122, а также в своей медорганизации. В прививочный кабинет Центральной районной поликлиники также можно записаться по телефону 8 911 682 63 63. Вакцинация жителей сельских населенных пунктов осуществляется по заявке местных медиков, которые формируются, исходя из запроса населения. Вакцинация жителей Ненецкого округа проводится двухкомпонентной вакциной ГАМ-КОВИД-ВАК «Спутник Ви». Учебная тревога. В третьей городской школе спасатели Главного управления МЧС России провели тренировку по ликвидации условного возгорания. Елизавета Кабанова расскажет подробнее. Внимание! Пожарные тревоги. Сигнал тревоги на пульт диспетчеров поступил в 12.50. Спустя минуту к месту условного происшествия выдвинулось два пожарных расчета. Это 12 человек личного состава. По легенде, возгорание произошло в кабинете информатики на втором этаже. К прибытию пожарных детей уже эвакуировали, но два человека потерялись внутри здания. Сотрудники МЧС оперативно обнаружили пострадавших. У молодого человека была повреждена рука, а у девушки обнаружен перелом ноги. Спасатели оказали первую помощь, а после передали пострадавших прибывшей бригаде скорой помощи. Учебная тревога была проведена в честь Всемирного дня гражданской обороны, который ежегодно отмечается 1 марта. Место тренировки выбрали не случайно. Третья школа – одно из самых больших учебных зданий Наринмара. К тому же введено в эксплуатацию совсем недавно. Сотрудники МЧС проверили готовность учебного заведения к чрезвычайной ситуации. Также было проведено полное боевое развертывание подразделений пожарной охраны, которые выехали по тренировке. Эвакуация, в общем, прошла успешно. После этого также будет в пожарной части проведен анализ сегодняшнего мероприятия. Ну и наше поздравление населению округа всех с праздником. Также напоминаем о том, что не стоит забывать о мерах пожарной безопасности. Елизавета Кабанова, Владислав Носкин, Антон Водряков, Телеканал «Север». В «Искателе» с 1 марта запущен новый внутрипоселковый маршрут номер 10. Теперь жителям и гостям населенного пункта станет удобнее добираться до микрорайона «Вилледж». В один из первых рейсов отправилась и наша съемочная группа. Александра Литкова расскажет подробнее. Запуск нового маршрута жители микрорайона «Вилледж» ждали давно. Для родителей, чьи дети ходят в детский сад и в школу в поселке Искателей, да и всем, кто едет по делам или в поликлинику в столицу Заполярного района, добираться до места назначения стало проще. Для их удобства с 1 марта запущен новый автобусный маршрут номер 10. Очень далеко находится остановка на нефтебазе сейчас. И ребенка приходится, естественно, раньше отправлять, пока он дойдет от «Дружбы» от нашей улицы до нефтебазы. А сейчас автобус будет прямо у нас на нашей улице. И, конечно, это удобно. Удобнее добираться до остановки. Остановки по маршруту расположены на улицах Угольной, Дружбы, Тиманской, Монтажников, Губкина, Переулке, Газовиков и Лаевожском проезде. Он удобен в любом случае будет для детей, которые проживают на «Вилледже», потому что непосредственно с поселка прямо садиться в автобус и доезжать до поселка Искателей конечной остановки. И будет комфортно, удобно. И также обратно домой. То есть меньше пересадок, меньше движения. Перевозят пассажиров на комфортабельных микроавтобусах вместимостью 19 человек. Стоимость проезда для взрослого населения 40 рублей, детский билет 20. Для пенсионеров предусмотрен льготный проезд. Расписание маршрута также будет удобным. Рейсы выполняются с 7.25 утра до 18.45 с интервалом в 30 минут. Маршрут был введен по просьбе жителей поселка Искателей, ввиду того, что поселок «Вилледж» немножко отдален от основного поселка, и неудобно добираться до школы, до больницы, до администрации. Этот маршрут был отконтрактован 18 февраля, где мы стали победителями и с сегодняшнего дня приступили к исполнению данного маршрута. По условиям контракта, общество с ограниченной ответственностью на ренмарское автотранспортное предприятие будет перевозить пассажиров по новому маршруту до конца текущего года. С подрядной организацией заключен контракт на общую сумму порядка 3,5 миллионов рублей. Александра Литкова, Леонид Шишевов, Телеканал Север. В Ненецком округе впервые прошла национальная премия «Бизнес-успех» для предпринимателей. 26 февраля в Арктике собрались 16 участников, которые представили свои проекты перед жюри. Подробности в сюжете нашей коллеги Елизаветы Кабановой. «Бизнес» – это не просто серьезные дяди и тети. За каждым делом стоит личность и ценности, которые человек несет в общество. Организаторы премии «Общественная организация предпринимателей «Опора России» признаются, что «Бизнес-успех» – это история о популяризации предпринимательства. Телевидение 90-х – начало 2000-х показывало эту сферу негативно, так как в то время создание своего дела было чем-то новым и непривычным. Показать предпринимателя-созидателя, предпринимателя, который заботится о будущем своей страны, вытащить лучшие практики для людей, для предпринимателей, которые участвуют в этом. Это возможность, во-первых, заявить о себе сначала на региональном уровне, потом на федеральном уровне. Премия не только показывает предпринимателя с другой стороны, но и работает как хорошая площадка для продвижения. Шесть победителей из Ненецкого округа смогут рассказать о своем деле на федеральном уровне и обрести связи, которые помогут им в развитии своего бизнеса. А национальная предпринимательская премия «Бизнес-успех» позволяет узнать, увидеть, получить новых партнеров, узнать новых инвесторов, достучаться до новых клиентов. И вообще стать более заметным и в среде предпринимателей, и вообще в обществе. Для предпринимателей этот день был достаточно нервный. Но все же, как признаются участники, опыт действительно незабываемый. Ведь помимо представления своего дела, их ожидали мастер-классы, где они получили инсайды, которые важны для развития. Предприниматели, получившие «Золотой домкрат», поделились своими эмоциями с нашей съемочной группой. Эмоции непередаваемые. Не ожидал вообще, что получу награду. Было очень приятно даже здесь присутствовать, как участника. Вы знаете, я еще до сих пор не отошел. У меня буря эмоций внутри. Приятно получить такую награду. Очень приятно. Эксперты также по достоинству оценили высокий уровень конкурсантов. Как поделился с нами один из членов жюри, несмотря на хороший уровень, выбрать победителей было несложно. У каждого эксперта есть свои критерии отбора, из которых впоследствии складывается оценка. Уровень предпринимательства сегодня стал совсем другим. Сегодня все используют современные технологии. Сегодня мы уже знаем и видим, как люди развиваются. Причем это может быть маленькая идея. Вот какой-то реализации своей мечты, например, создание бассейна, до каких-то больших, с абсолютной вещей. Это производство кормов из отходов, производство, которое существует. То есть, знаете, предпринимательство – это всегда ответственность и поиск возможностей, казалось бы, там, где их совсем нет. Поэтому мы очень обрадовались тому, что здесь такой высокий уровень предпринимательства. В номинации «Лучший женский проект» победу одержала Ольга Суховарова и ее мастерская «Нарей». Лучшим молодежным проектом стал Центр семейного плавания «Дельфиненок» Екатерина Несвятай. «Заполярный олень» был признан лучшим производственным проектом. Победителем в номинации «Лучший проект в сфере торговли и услуг» стал владелец кафе «Артишок» и производитель «Экоджерок» Иван Сартаков. Кострезная мастерская Дмитрия Безумова-Сырлы была признана лучшим проектом в сфере туризма. В дополнительной номинации «Народный предприниматель» победитель определялся голосованием среди местного населения. Кафе «Марио» Марии Шостаковой было выбрано большинством жителей. Специальный пресс-жюри получил производитель бубнов из кожи оленя Валерий Гударев. Елизавета Кабанова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Продолжается прием заявок на участие в конкурсе ненецкой песни «Савасё». В этом году она пройдет в онлайн-формате. Участниками «Савасё» могут стать носители ненецкой культуры, которая демонстрирует ее богатство, красоту и разнообразие. Это творческие коллективы и отдельные исполнители, мастера и художники из Наринмара и окружных населенных пунктов. Гости с Ямала. Дарина Вокуева к конкурсу готовится уже более двух недель. Девушка не так давно занимается вокалом, однако занимала первые места в конкурсе «Савасё». Вот и на этот раз Дарина настроена на победу. Это песня о любви. Молодая девушка увидела на холме, как к ней едет ее молодой человек. В это время она поет эту песню и шьет ему обувь, пимы, также шьет красивый наряд, паница. Юбилейный 10-й окружной конкурс исполнителей ненецкой песни «Савасё» в этом году пройдет в заочной форме. Все участники направят видео с номером своего выступления. У нас четыре номинации. Это у нас исполнение старинной ненецкой песни, исполнение современной ненецкой песни, коллективное исполнение ненецких песен и вокально-инструментальной ансамбли. Участник может подать заявки в несколько номинаций, но предъявить в каждую из них не более одного номера. Заявки принимаются до 10 марта. У нас у каждой номинации есть свои категории оценок. Ну, например, это исполнение на ненецком языке, обязательно это традиционная ненецкая одежда. И, конечно же, инструменты. Конкурс пройдет с 15 по 26 марта. На странице этнокультурного центра в социальной сети ВКонтакте будут публиковать номера участников. 26 марта подведут итоги и назовут победителей. У нас по предыдущим конкурсам было уже выпущено три сборника по старинным песням. Есть нотированные сборники, есть обычные сборники с набором старинных песен. На данный момент на конкурс заявилось более 20 участников. Это не только жители региона, но и соседи Ямала-Ненецкий округ. Наталья Дуркина, Леонид Шишелов, Телеканал Север. В ненецком округе состоялась товарищеская встреча по волейболу. На поле встретились сотрудники суда и полиции. Игра прошла в стенах детско-юношеского центра «Лидер». Товарищеский матч посвятили двум юбилейным датам. 90 лет со дня образования Управления МВД России по Ненецкому округу и 20 лет со дня образования суда Ненецкого округа. Добавлю, по итогам двух сетов команда окружных полицейских обыграла команду судей и одержала победу. Поздравить юбиляров пришел депутат Государственной Думы Сергей Коткин. Пожелал легкой службы, здоровья близким. В Ненецком округе продолжается прием заявок на участие в Бурандее. О своем желании выступить в снегоходном кроссе необходимо сообщить в детско-юношеский центр «Лидер». Туда же направить документы. Гонщики уже начали активную подготовку к заездам. На одну из тренировочных трасс побывала наша съемочная группа. Репортаж Алины Ваучейской. Уже несколько выходных Михаил Кренц пропадает в гараже. Готовит Буран к главному событию для гонщиков в Заполярье. «Железного коня» под номером 10 спортсмен выпускает в свет исключительно весной для участия в снегоходном кроссе. На трассу выходит за адреналином. Надо, чтобы все равно был азарт спортивный. Деньги, ну, призы, это тоже, конечно, неплохо, это стимулирует, но если у тебя нет, ну, желания, стремления к чего-то там, то у тебя все равно ничего не получится. Надо все равно, чтобы желание у тебя самого было. Михаил родился и вырос в Тельвиске. Как и любой мужчина, увлекается рыбалкой и охотой, а потому со снегоходом на ты. Секретов и фишек гонщик не раскрыл, зато пригласил нас понаблюдать за тренировкой. До трассы, где гонщики оттачивают свое мастерство, около полутора километров. К нашему приезду в условленном месте уже собрались около десяти спортсменов. Выжить из снегохода «Максимум» – это про гонщиков, которые соревнуются в классе «Свободный». Даже на тренировках любители скоростей и драйва выкладываются по полной. Среди них и Виктор Овчинников, Нарьин Марец, в снегоходном спорте всего год. Для удовольствия. Лично у меня, как бы, я для себя катаюсь. Хотел давно, хотел попробовать, не было возможности. Приобрел снегоход год назад. Сейчас с ребятами познакомился. И, как бы, стараемся, тренируемся по возможности. Это песчаный карьер в районе Тельвиски. Именно здесь гонщики обустроили тренировочную трассу. Ее длина около 700 метров. Однако крутых поворотов, кочек и трамплинов здесь более чем достаточно. Тренировки в этом сезоне начались чуть позже обычного. Помешали сильные морозы. Обустройством трассы занимались представители федерации мотокросса Ненецкого округа. Вручную копали, ставили вешки, укатывали землю снегоходами. В результате зона для оттачивания мастерства получилась намного сложнее, чем обычно. Однако, как признаются сами гонщики, в этом есть и плюсы. Перед выходом на соревнования каждый будет готов к любым поворотам. Ребята вообще считают, что мотокросс в Ненецком округе необходимо активно продвигать в массы. Надо развивать этот вид спорта, потому что у нас зима 9 месяцев, и в нашей столице лучше развивать снегоходный какой-то, снежный вид спорта. И это лучше. И у нас нет таких видов спорта экстремальных. И можно новых чемпионов выращивать, так скажем, ездить на чемпионат России и выступать. Что касается главного спортивного события весны, Бурандей пройдет на Качгартинской курье. Как и прежде, гонщики будут состязаться в классах «Буран» и «Свободный». Заявки принимаются в детско-юношеском центре «Лидер» до 18 марта. Алина Ваучейская, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». На этом у меня все. Далее прогноз погоды. Оставайтесь с нами.